Аллах, Аллах, Аллах Какая же она уютная! Пожалуй, первая мысль, которая посещает прихожанина центральной мечети аула Эркинхалк Ногайского района Карачаева Черкесии. Зайдя в этот небольшой молитвенный зал, освещенный и согретый лучами весеннего солнца, хочется здесь задержаться, если и вовсе не остаться. Как и все возведенные в советское время или период перестройки богослужебные сооружения, мечеть аула Эркинхалк строилась с особой любовью и усердием. Мечеть, я могу сказать, что она, наверное, одна из самых первых мечетей в Ногайском районе, но тогда она даже, она называлась даже не Ногайск, ну, тогда в Адыхабльском районе. Тогда же мы как бы входили в состав. В 88-м году, я помню, я учился в школе, и люди собирали, вот, я помню, деньги, чтобы построить эту мечеть. Вот старики, я помню, их, сейчас их почти никого не осталось, тогда их было много очень, и они вот приходили, строили, в общем, кто чем мог, значит, все как бы всем, всем аулам строили эту мечеть. Аль-хамду лилля, аул, мы мусульмане все здесь, проживающие в основном, и люди, они просто, это для каждого человека была как бы цель, как бы построить эту мечеть. Потому что любой праздник, Ора-За-Байрам, Хурман-Байрам, люди собираются, пятничные намазы надо проводить. Вот, без мечети это село, можно сказать, даже не село, это обязательно должно быть, обязательно должна быть мечеть. Инициатором строительства религиозного объекта стал тогдашний имам Казы Анапиев. Поддержка местного населения, как финансовая, так и физическая, позволила возвести здесь мечеть всего за год. Ее строительство стартовало в 1988, а уже в 1989 она распахнула свои двери для первых прихожан. Мечеть не стоит в центре населенного пункта, как следовало бы. Напротив, она расположена на окраине аула у реки Малый Зеленчук. И если приезжий мог бы возмутиться ее отдаленностью, то местный житель, наоборот, тому восхищается. А все потому, что не каждый знает, что когда пытались получить разрешение на появление в ауле мечети, на законодательном уровне были установлены жесточайшие ограничения. И сам факт функционирования религиозного объекта уже был подвигом духовного наставника и старейшин аула. В те времена, это были такие времена, когда не давали согласия на вообще… Ну это 80-е годы, еще только-только перестройка. А поэтому, если мечеть будешь строить, это полтора километра от школы, два с половиной километра от чего-то, километра от чего-то, значит. И поэтому вот старики взяли и куда-то вот… Лишь бы была мечеть, но она чтоб была. И они построили вот здесь. А вообще мечеть, она должна стоять посредине села. Это так должно быть. Как вы уже поняли, право на строительство богослужебного сооружения получалось с большим трудом. Дело еще и в том, что тогдашний закон позволял строить в одном субъекте страны не больше четырех, а по некоторым источникам не более двух мечетей. Будучи свидетелем тех событий и участником возведения этого религиозного объекта, Самый возрастной прихожанин мечети Алибек Хаджи Каракаев не пропускает ни одной пятничной молитвы. И это, несмотря на свой преклонный возраст и слабое здоровье. Ну, у Саула собирали деньги, кто что мог давал. Мы приходили иногда, помогали, стройку когда делали, я сам строитель. И все, вот так вот началось. Люди хорошо относились. Вообще-то, эту мечеть не хотели дать. У нас по республике четыре мечети должно было строиться. А наши, без очереди, как-то еще, когда вырвали это место, тогда же не разрешали мечети строить. А они поэтому вот с краю взяли, ближе к речке. Такой, чтобы как будто, чтобы не видели. Тогда еще до 92-го года заходило. Вот так. Потихоньку хожу, когда время есть. Ну, сейчас я в пенсионер я хожу, почти каждую пятницу. Я помню, время здесь человек 15-20, самое больше было. Это самое больше. А потом вот сейчас Марат Адри Хаджи делает, такие худбы уже полные всего. Зал полный, уже маловато. На корман, байрам уже почти не помещается. Может быть, кто-то хочет. Вот сейчас обучается молодежь. Они же тоже ходят. Очень приятно, что Марат Адри Хаджи начал учебу, вот, учит их. Все идут. Сейчас даже и женщины ходят. Вместе с тем, в ауле всегда было место, куда можно было прийти и помолиться. Нет, речь не о комфортабельных полноценных мечетях. Речь о старых молельных сооружениях и помещениях, которые адаптировали для сбора и совместной молитвы мусульман. Я помню, вот, когда еще маленьким был, у нас мечет был. Прямо в центре, вот сейчас, где этот клуб, вот там был этот мечет. Старики, вот тогда же еще старые люди ходили, молодежь не ходила, там старые люди. Без света, без ничего. Они своими фонарями ходили, и там почти, как сказать, без света, без ничего, сидели. Люди заходили, когда у Роза Байрам, ходили, чтобы люди покушали. Также столов ничего не было. Люди носили своими этими столики маленькие. Слушать ходили, детворами ходили мы. Вот оттуда у меня, я все время, это помню, моя мать урозу держала все время. Тогда же очень плохо было с питанием, тяжело. Хоть кружку чай попьет, все равно держала. До 82 года ей держала, пока не болела. А так, в Ауле мечеть все время была. У нас не было, чтобы бенчетин не было. То старик, потом на клуб забрали, а потом вот здесь вот рядом, через дом. Частный дом взяли, старики туда. Ну, человек 6-7 ходили, старые люди ходили. Естественно, в первые годы функционирования мечеть не выглядела столь благовидно и не была так комфортно обустроена. Капитальному ремонту само здание, а благоустройству его территория были подвергнуты только в 2010 году, то есть спустя 11 лет после появления. Десять лет назад Джамагат сделал ремонт, хотя здесь не так все было. Тут, ну, шубу накинули там внутри, все сделали, отопление. Ну, тогда первое, ну, когда только построили первую мечеть, она такая была, половина саман, половина, значит, из гипсоблоков. Изначально было только вот это вот помещение. Здесь не было ни абдезной, ни газа, ни отопления, ничего не было. Только здесь вот, значит, здесь был такой, как печка такая была. Электрическая. Электрическая печка здесь была. И Джамагат приходил, старики, намаз совершили, уходили. А потом уже ребята пристроили, значит, котельную, абдезную, самый газ провели. Значит, провели, значит, отопление. У нас есть один такой тоже прихожанин в мечети, он сделал отопление. Ну, и вот так вот сделали такой, ну, большой ремонт. Вот ребята провели. Альхабдурилля, сейчас и газ, и свет, и вода, и теплая вода, все есть. Наряду с молитвенным залом Здесь предусмотрен продолговатый вестибюль, который при надобности вмещает совершающих намаз, а также служит местом для выполнения приветственных молитв. В период ремонта помещений появились и пристройки в виде абдезной комнаты для совершения предмолитвенного омовения и просторной кухни, служащей столовой в период поста или других исламских праздников. Это вот наша кухня. Мы здесь вот собираемся на Ураза, Байрам, на Курбан, Байрам. Мы здесь проводим ифтары, месяц Рамадан. Люди приносят нам, значит, еду. Мы здесь открываем Уразу в каждый вечер в течение 30 дней. Для удобства посетителей дворовую территорию богослужебного сооружения частично вымастили плиткой и украсили растительностью, а установленный на задней части двора навес предусмотрен для проведения церемонии разговения в летние дни. Сегодня мечеть собирает в пятничные дни более полусотни людей, которые с трудом вмещаются в основной молитвенный зал, а в праздники Идаль Адха Идаль Фитр заполняется даже вестибюль здания. В этой мечети особое внимание уделяют обучению молодых людей кораническим текстам. Вот уже пятый год имам Аула лично дает уроки таджвида всем желающим. Молодые люди к концу курса обучения не только свободно могут читать книгу Аллаха, но и стараются заучить наизусть целый ряд сур, включенных в джуз-анна, то есть 30-ю часть Корана. Выпускники Мурат Али уже неоднократно занимали призовые места на республиканском конкурсе чтецов Корана и получали специальные номинации. Я думаю, что каждый мусульманин должен научиться читать Коран, потому что без этого никак. Это наша книга. Каждый мусульманин. И у нас очень много здесь и маленькие дети ходят, и иногда взрослые тоже приходят, тоже учат. Вот в прошлом году было, и в этом году у нас есть взрослые, это самые люди, которые приходят и учат арабский язык читать, писать. У нас учатся и мальчики, и девочки. У нас вторник, четверг, суббота, это приходят ребята, приходят мальчики, а среда воскресенья – это девочки. Вот. Ну, вечером, после школы. Чтобы ребята могли совмещать и светское образование, то, что они получают в школе, и религиозное образование. Это обязанность каждого мусульманина, как изучать ислам, религию, ислам. С первого числа, вот с первого января мы начали ходить на уроки арабского языка, и по сегодняшний день изучаем его. Изучили весь полностью алфавит, изучили все правила, начали читать Коран, суры из Корана. И вот в дальнейшем, иншаллах, хотим научиться полностью читать правильно, читать Коран священный наш. Я очень рад, что есть у нас возможность такая изучать и религию, изучать арабский язык в нашей мечети. Очень благодарен нашему учителю, нашему имаму, который преподает нам арабский язык. Хотелось бы, конечно, побольше людей, желающих, чтобы приходили в мечеть. Это наша обязанность – изучать религию и арабский язык, и правильно читать священный Коран. Такую большую значимость привития ещё юному, но взрослеющему человеку религиозных ценностей Мурат Али Хаджи предаёт, будучи сам воспитан в религии с раннего возраста. Заметив его рвение к изучению ислама и почувствовав в нём большой потенциал, тогдашний имам Аула Казы Анапиев плотно занялся религиозным воспитанием ребёнка. В 1988 году я попросил маму, я говорю, если у тебя будет время, пожалуйста, попроси алфавит у нашего Эфендия Анапиева Казы, чтобы я мог научиться арабскому языку. Я тогда не понимал, что это не просто так, что это не один день надо учить всё это. Но он согласился, он дал, тогда, конечно, таких книг не было, ни интернета, ни ничего не было, но у него была литература для начинающих. Я взял эту книгу, но там ничего не понял. Потом он тоже заинтересовался, он говорит, ну, потом, когда ещё раз он встретил маму, он говорит, скажи сыну, пусть ко мне придёт. Но я пошёл. Я знал, что он имам у нас, что он Эфенди у нас в селе, ну, так особо мы не этот. Ну, короче, он позвал меня, я к нему в гости пришёл, и вот так вот у нас первая такая вот встреча вот как бы произошла. Я тогда, у него была очень большая библиотека была, старые книги были, вот. И как-то вот заинтересовался я. Это 88-й год, мне было 13 лет. Институт, когда я поступил, конечно, уже как-то было легко. Там уже и тапсир, и хадисы, и переводы, и муталина. Всё подряд мы как бы учили. Но первый это самое, как бы, да, вот дал мне этот старик. Возможно, именно этот период и стал решающим в жизни молодого человека. Он определил для себя, что намерен плотно связать свою жизнь с религиозной деятельностью. Так, высшее профессиональное образование Мурат Али получил в Карачаево-Черкесском Исламском институте имени имама Абу Ханиф. Также некоторое время он там преподавал. С 2009 года помогал в работе тогдашнему имаму Аула Иркинхалк Ибрагиму Камбарову. Его заместителем он работал 4 года. Койха оказалось более чем достаточно для того, чтобы местные жители высоко оценили его глубокие знания и высокий нрав. В 2013 году жители Аула избрали Мурат Али духовным наставником. Джамагат, аль-хамду-ли-ля, у нас очень хороший. Джамагат очень хороший. Я могу сказать все самое лучшее о своем джамагате. Джамагат у нас в мечети порядок во всем. И во время намаза, и вообще месяц Рамадан. Если ураза байрам, это значит таравых намаз. Здесь мы читаем. Вечером люди приходят. Обычно ифтар, мы тут проводим ифтар. Вечером разговление, потом таравых намаз. Джамагат у нас очень прекрасный. Джамагат хороший. Я доволен своим джамагатом, что у нас есть такие ребята. И в любой момент они придут, если это и с ремонтом связано, и вообще любое мероприятие, которое вообще у нас есть, они не оставят никогда. Мы все вместе это все делаем. Именно глубокая вера в Бога, безусловное упование на Господню волю и исключительная нацеленность на положительный результат стали причиной того, что Всевышний позволил появиться этой мечети здесь. Знаменовало ли это победу ислама над антирелигиозным режимом или нет, но Эркенхалк стал первым Ногайским аулом, официально украшенным мечетью. Субтитры подогнал «Симон»